Идем на понижение. Центральный банк понизил ключевую ставку. Ученые раскрыли истинную причину депрессии. А сердце бьется не спеша. Как уберечь себя и своих близких от инфаркта? Всем привет! В эфире «Универнилса» в студии Карины Саяхова. Стали известны результаты шанхайского предметного рейтинга университетов мира. Казанский федеральный университет в 2022 году, как и годом ранее, ранжируется в одной предметной области – сельскохозяйственной науки. Казанскому федеральному университету удалось продвинуться на 100 позиций и занять 301-400 место в рейтинге. Составителем глобального рейтинга является консалтинговое агентство Shanghai Ranking Consultancy. Оно ориентировано на оценку успехов вуза в науке, основываясь на таких показателях, как международное сотрудничество, индекс цитирования и продуктивность научной деятельности. В Российской же федерации Казанский университет занимает второе почетное место. Центральный банк принял решение снизить ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых. О том, как это повлияет на россиян, узнаете в следующем сюжете. На днях Центральный банк на плановом заседании принял решение снизить ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых. Такой низкой ставка была последний раз в конце 2021 года. Сейчас идет тренд на снижение. Банк России уменьшает ключевую ставку в пятый раз подряд с тех пор, как резко увеличил ее до 20% годовых в феврале 2022 года. Снижение ставки связано в первую очередь с снижением темпов инфляции и с необходимостью стимулировать кредитование, стимулировать спрос на готовую продукцию. Банк России пояснил в пресс-релизе, что снизив ставку, он стимулирует людей откладывать меньше денег. То есть вклады становятся неприбыльными. А вот кредиты, наоборот, выдаются под более низкий процент и становятся наиболее выгодным вариантом. Чем выше потребительский спрос, тем лучше для экономики. Производители различных товаров пользуются кредитами. Если они будут платить меньше по кредитам, то себестоимость производства станет немного ниже. Плюс к тому, если увеличится объем спроса, то компании смогут сэкономить на масштабах производства. Но, тем не менее, в сумме этот эффект будет не таким уж большим. С другой стороны, увеличение возможностей по привлечению кредитов будет означать дополнительный спрос. А если будет дополнительный платежеспособный спрос, это значит, что продавцам не будет смысла снижать цены. Они, наоборот, получат возможность цены удерживать на текущем уровне или даже повышать их. Ну, по крайней мере, на те товары, которые часто приобретаются в кредит. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также от того, как будет перестраиваться российская экономика, и от внутренних и внешних рисков для нее, сообщил Центральный банк. Как правило, чем выше инфляция, тем вероятнее, что Банк России будет повышать ключевую ставку и наоборот. Сейчас годовая инфляция снижается. По данным на 15 июля она составила 15,5% годовых по сравнению с 17,1% в мае. По прогнозу Центрального банка, годовая инфляция снизится до 12,15% в 2022 году, до 5,7% в 2023 году и вернется к цели в 4% в 2024 году. Алина Красильникова, Универньюз. Депрессия – болезнь 21 века. Рост заболеваемости в России растет с каждым днем, однако фактор подлинного происхождения был выдвинут учеными совсем недавно. С депрессией разбиралась наш корреспондент. Многие нейробиологические теории возникновения депрессии на протяжении последних 40 лет большое значение уделяли дефициту различных медиаторов, химических веществ, с помощью которых передается возбуждение от одной нервной клетки к другой. В настоящее время известно более 30 медиаторов. Главное отношение к депрессии имеют три – норадреналин, серотонин и дофамин. Серотонин, известный в народе как гормон счастья, давно и прочно вошел в лексикон психологов и их клиентов. До недавнего времени люди были уверены, что их состояние напрямую связано с пониженным содержанием этого вещества в организме. Однако эта версия подверглась сомнению после того, как специалисты из университетского колледжа Лондона раскрыли истинное влияние низкого уровня серотонина на развитие депрессии. Согласно результатам исследования, пониженное количество этого нейромедиатора не способно вызвать депрессивное расстройство. Кроме того, современные антидепрессанты, представляющие собой ингибиторы обратного захвата серотонина, также не лечат это заболевание. Нельзя однозначно утверждать, что снижение уровня серотонина – это единственная причина депрессии. Уровень серотонина часто определяют в крови. Но надо учесть, что основной источник серотонина в нашем организме – это клетки в желудочно-кишечном тракте. То есть именно на периферии производится огромное количество серотонина. Невозможно судить об уровне серотонина в мозге по его концентрации в плазме крови. А результаты таких клинических исследований – они неоднозначны. В ходе работы ученые проанализировали 17 более ранних обзоров, проведенных более 10 лет назад и состоящих из десятков отдельных исследований. Научные сотрудники заметили, что нет никакой разницы в уровне серотонина здоровых людей и людей больных депрессией. Кроме того, искусственное снижение количества серотонина в организме у здоровых испытуемых не привело к развитию у них депрессии. В долгосрочной перспективе антидепрессанты даже способны оказать противоположный ожидаемому эффект. Антидепрессанты имеют множественные побочные эффекты как раз за счет в основном влияния на периферические структуры. И при длительном использовании может развиться так называемый серотониновый синдром. По словам ученых, популярность теории о химическом дисбалансе связана с увеличением приема антидепрессантов среди населения, которые не всегда являются эффективным способом лечения заболевания. В будущих исследованиях ученые хотят установить более универсальный способ терапии депрессивного расстройства. Карина Саяхова, Универньюс. Выпускник Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета Богдан Гончаренко стал одним из победителей конкурса «Студенческий стартап» и получит 1 миллион рублей на разработку своего проекта. Цифровой двойник местопроисшествия в уголовном делопроизводстве. По словам студента, разрабатываемая система позволит создавать трехмерную модель местопроисшествия на основе сделанных фотографий, а затем обрабатывать полученную модель и давать возможность пользователю изучить сцену, используя технологии виртуальной реальности. В России от инфаркта каждый час умирает 7 человек. Эксперты среди симптомов острой формы заболевания выделяют сильную слабость, боли, потливость и учащение пульса. Он повышается до 100 ударов в минуту. Как спасти жизнь своим близким и куда обращаться за помощью, выясняла Маргарита Михайлова. В России ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 900 тысяч граждан. Несвоевременно оказанная медицинская помощь, отсутствие специалистов и необходимого оборудования. Все эти факторы могут стоить человеку жизни. В целях оказания квалифицированной медицинской помощи по всей стране развернули свою работу специальные кардиологические центры. Один из таких функционирует на базе медико-санитарной части КФУ. В состав сердечно-сосудистого кластера уни-клиники входит два кардиологических отделения. Отделение рентген-эндоваскулярных методов лечения, отделение сосудистой и кардиохирургии, а также кардиореанимация. Здесь осуществляется как экстренный прием пациентов с острым инфарктом миокарда и нестабильными стенокардиями, прединфарктными состояниями, так и плановое лечение и обследование пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хочу подчеркнуть, это единственная в республике федеральная медицинская организация. И мы оказываем медицинскую помощь жителям Российской Федерации, сохраняя помощь жителям, естественно, Татарстана, в том числе и неотложную экстренную помощь. Медико-санитарная часть КФУ в университетской клинике с образованием ее в 2017 году начала работать, проведена модернизация технического оснащения, созданная операционная, современная для работы кардиохирургов. И еще позже включилась аритмологическая группа, то есть мы лечим еще все виды нарушений ритма, как терапевтическим, так и хирургическим путем. И таким образом мы замкнули цикл оказания помощи пациентам с сердечной патологией. Большая часть пациентов первого отделения кардиологии – это пациенты с перенесенным острым инфарктом миокарда. Их, как правило, в Центр чрезкожных коронарных вмешательств доставляет бригада скорой помощи. Здесь пациенты уже ожидает целая команда высококлассных специалистов – кардиологи, реаниматологи, ангиохирурги. В кратчайшие сроки медики оказывают всю необходимую специализированную кардиологическую и рентген-эндоваскулярную медицинскую помощь, в том числе с применением технологий ангиопластики, стентирования сосудов и коронарных артерий. Они должны быть насторожены о том, что сегодня, допустим, они почувствовали себя хуже. Не так, как вчера, не так, как утром. Дискомфорт, выраженную слабость, потливость. Не могут выполнить привычную нагрузку, допустим, встать и дойти до кухни. Вот в чем должна быть настороженность данной категории пациента. Сидеть, терпеть и ждать, конечно же, нельзя. И данная категория пациентов должна быть настороженной родственникой, в том числе, и обратиться незамедлительно за помощью. В качестве мер профилактики специалисты в первую очередь устраняют факторы риска. Объясняют пациентам правила прохождения лечения, дают рекомендации по изменению образа жизни. Для каждого пациента подбирается индивидуальная терапия. К процессу лечения, помимо сотрудников кардиологического отделения, подключаются и узкие специалисты. Этот фактор является одним из важнейших, поскольку сопутствующие заболевания могут повлиять на результаты терапии. Главное, что мы здесь корректируем все хронические заболевания, которые у человека есть, которые способны влиять на основное заболевание. Здесь очень много таких моментов, составляющих. Они направлены на изменение мышления пациента, с тем, чтобы он был нашим союзником в этой борьбе и мог, так сказать, сам желал и старался справиться со своим заболеванием и избежать какого-то тяжелого осложнения. На данный момент в Республике Татарстан функционирует семь центров чрезкожных коронарных вмешательств. Четыре из них находятся в Казани. В их число входит и униклиника КФУ. Эти центры специализируются на лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря современным методам лечения пациенты восстанавливаются здесь в кратчайшие сроки. Маргарита Михайлова, Никита Атиньшин. Универньюс. На этом все. В студии была Карина Саехова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok